Здравствуйте! В эфире новости Тегил ТВ в студии Анна Кизилова. В начале выпуска коротко о главных событиях дня и прошедших выходных. В преддверии Дня Матери глава города Владислав Пинаев посетил перинатальный центр и поздравил счастливых женщин с долгожданным пополнением. Как один из пунктов мер социальной поддержки при содействии мэрии, семьи мобилизованных тагильчан пригласили в Нижне-Тагильский цирк на представление гастролирующей труппы. Лучшие российские прыгуны в Нижнем Тагиле на горе Долгое прошли первый и второй этапы России по прыжкам на лыжах с трамплина. Мамы, мамочки, мамули, тех, кто совсем недавно принес в этот мир новые жизни, поздравил с праздником глава города Владислав Пинаев. Он посетил перинатальный центр, где принимает роженица всего горнозаводского округа. Юлия Полева продолжит тему. Здравствуйте у вас. Здоровья вам, малышу. Всего хорошего. Поздравляем вас. Спасибо большое. Какие у вас есть пожелания? Все хорошо. Какие пощадки? Самое лучшее. Все хорошо. Да. Вы замечательные доктора. Да. Замечательно. Мень сестры, все внимательно. Да, больше не так. Битвы устроены? Хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Накануне Дня Матери перинатальный центр Нижнего Тагила посетил глава города. Владислав Пинаев поздравил счастливых женщин с долгожданным пополнением. Мощность перинатального центра рассчитана на 5-6 тысяч родов в год. Сейчас мы принимаем 3400-3700 родов в год. Приблизительно вот такие цифры. Не приблизительно, а точные цифры. Мы, то, что делали раньше, то, что делаем сейчас, уровень помощи, конечно, он растет. Медицинский персонал центра держит высокую планку. За последний месяц здесь приняли 9 преждевременно родившихся малышей весом от 750 грамм до 2 килограммов 700 грамм. Жизни этих новорожденных уже ничего не угрожает. К радости их мам. Самое святое, что есть на свете, это мама. Мне всегда приятно сказать добрые слова в адрес пожеланиями здоровья и мамам, и вновь родившимся детишкам. Это большая ответственность, считается, для всех матерей. Большое счастье иметь детей. В Нижнем Тагиле пытаются возродить школу молодых родителей. Онлайн она существует в социальной сети ВКонтакте, а оффлайн-встречи практически не проводятся. В честь нашей матери одну из таких встреч попробовали организовать. Что нужно, чтобы это повторилось, зналит наш корреспондент Анна Дик. После того, как мы обработали все складки, мы можем перейти, например, к глазкам. Тоже кипяченой водичке, чистые у нас ватные диски. Для каждого глазика у нас отдельный ватный диск. И от наружного к внутреннему уголку глаза мы проводим и то же самое проделываем с другим глазом. Пока свой ребеночек только в животике, будущие мамы отрабатывают навыки умывания малыша на куклах и мягких игрушках. В День матери организаторы онлайн-школы молодых родителей провели встречу оффлайн. Подобных, говорят ее посетители, в Нижнем Тагиле уже давно нет. Мы сейчас ездим уже месяц в Екатеринбург, там каждые выходные, чтобы позаниматься там, что здесь это ограничено. Про сегодняшнее мероприятие я узнала в онлайн-группе, которую ведут три девушки. Они все ведут, снимают видео на разную тематику. То есть очень много тематических видео, у всех бесплатный доступ туда. То есть любая девушка может зайти и посмотреть там. Все лекции идут больше часа, по полтора часа практически все на разные тематики. Все освещается очень интересно, наступно. На просторах интернета акушер-гинеколог, специалист по грудному вскармливанию и педиатр встречаются со своей аудиторией раз в неделю. За последние полгода команда пополнилась. Теперь лекции онлайн ведут психолог и консультант по сну. За это время, естественно, аудитория наша существенно увеличилась. Сейчас где-то 2400 человек примерно находятся в группе в нашей школе. Лекции сейчас просматривают, каждую лекцию примерно по 2000 раз. У нас был рекорд зафиксирован 2900. То есть 2900 просмотров одной лекции был, а самая минимальная – 2300. На сегодняшней встрече молодые родители потренировали движение на фитболах во время схваток, подышали и поделали обезболивающий массаж. Чтобы такие офлайн-занятия могли быть регулярными, медики подали заявку на участие в грантовом конкурсе «Евраз – город друзей, город идей». Для чего мы это делаем? Чтобы закупить необходимое оборудование для проведения наших лекций, офлайн-стреч, то есть это и мячики, это какое-то оборудование в виде ноутбука, проектора, то есть чтобы это было все наглядно и информативно. В этом нас поддерживает Демидовская городская больница. То есть поэтому мы надеемся на победу, чтобы наши лекции были еще более понятны и доступны для нашего населения. 3 декабря онлайн-школе молодых родителей исполнится один год. Лучший подарок, говорят ее организаторы, голоса за проект, которому в Нижнем Тагиле аналогов нет. «Дикая планета» в подарок ко Дню Матери на представление в Нижнетагильский цирк были приглашены семьи мобилизованных для участия в СВО тагильчан. Олеся Культикова о мерах социальной поддержки. Нижнетагильский цирк открыл свои двери для семей мобилизованных. В качестве своеобразного подарка ко Дню Матери они увидели представление гастролирующей в Нижнем Тагиле труппы. Это стало возможным благодаря инициативе администрации города и Росгосцирка. Было очень приятно, потому что это действительно большая поддержка в нашей семье, потому что у нас мобилизован наш папа. И ему было об этом очень приятно узнать. Мы ему сообщили, что город осуществляет такую поддержку. И мы, конечно, очень благодарим администрацию города Нижний Тагил, фонд помощи, мы вместе помогающие семьям мобилизованным. Ну и, конечно, Нижнетагильский городской цирк. Мы очень часто проводим разные акции, на которые приглашаем семей мобилизованных. Совсем недавно у нас проходила открытая репетиция, мастер-класс. Ну а сегодня, приурочив к Дню Матери, мы пригласили уже семей мобилизованных на само представление. Наша цель, чтобы на эти два часа, находясь в цирке, они смогли забыться, забыть свои проблемы, переживания, а просто порадоваться жизнью. Это не единственная мера поддержки для семей мобилизованных. Планируется и дальше приглашать их на различные мероприятия города, в том числе на предстоящие новогодние елки. Ранее в Нижнем Тагиле семьи мобилизованных и других участников спецоперации освободили от платы за детские сады. А сейчас для их детей, обучающихся в старших классах школ, организуют бесплатное питание. На уровне государства, в том числе на уровне нашего региона, было принято решение о бесплатном питании всех детишек, тех семей, которые сегодня, скажем так, участвуют в специальной военной операции. И, конечно же, детишки, те, которые были эвакуированы, наверное, на территорию Донецкой и Луганской народной республики, которые сегодня проживают на территории нашего города. Им же также предоставляется бесплатное питание. Начальная школа – это за счет федерального бюджета, ну а старшее звено – это за счет области. Таких семей, нуждающихся в поддержке местной власти, по словам Валерия Сурова, в Нижнем Тагиле на данный момент около 350. Ребенок пострадал в ДТП на улице Орджоникидзе. Шестилетняя девочка была пассажиркой Мазды. При повороте налево машина столкнулась с автомобилем Хэвэйл. После осмотра девочку отпустили домой. Избежать серьезных травм помогло то, что она находилась в автокресле. В Мазде перевозили и годовалого малыша. Он, к счастью, не пострадал. В момент ДТП оба водителя были трезвым. Мужчина пояснил инспекторам, что Мазда поворачивала налево, не включив поворотник. Девушка же утверждает, что включила, но поздно посмотрела в зеркало заднего вида. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются. С начала года это уже 32-я дорожная авария с участием детей. 38 малышей пострадали. Один ребенок погиб. На вагонке в пожаре погиб 35-летний тагильчанин. К трагедии привело самовольное подключение к электричеству, где в квартире его отключили за долги. Ночью на кухне мужчина, по сведениям дознавателей, распивал спиртное вместе с сотоварищем. Последний почувствовал запах дыма и, увидев, как горит дверной косяк гостиной, выбежал из квартиры, сообщил соседям, которые вызвали пожарных. Хозяин жилья из огня выбраться не смог. Причина ЧП – короткое замыкание электропроводки. Сейчас по факту пожара проводится проверка. Гора Долгая вновь приняла летающих лыжников. В прошедшие дни на трамплином комплексе соревновались лучшие российские прыгуны. Таким образом, Нижний Тагил дал старт сезона 2022-2023 годов. Спортсмены прибыли из разных регионов страны. Кто победил на 90-метровом трамплине, расскажем в следующем репортаже. Приехало к нам 11 регионов со всей нашей страны. Лидеры, кто занимается непосредственно прыжками на лыжах с трамплина, сборная команды России. Также и наши ребята, которые являются членами сборной команды России. Что надо спортсмену для того, чтобы дальше всех прилететь? Это сложно сказать. Многое зависит от психологии. Не только от физической подготовки. Что тебе помогает? Мне? Вера в себя, наверное. В этом деле много факторов. Это отталкивание, это положение полета, это приземление. Те же самые баллы за приземление. Если приземление сделал хуже, чем твой соперник, то ты можешь спокойно проиграть, даже если ты прыгнул дальше. И просто нужно верить в то, что у тебя получится, наверное, и работать на земле. И на трамплине получится. Вот и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уралочка НТМК в девятом туре женского волейбольного чемпионата России прервала неудачную серию из пяти поражений подряд. В Краснодаре наша команда в напряженной борьбе взяла верх над Динамо в трех партиях. 26-24, 26-24, 25-23. Примечательно, что руководил действиями свердловчанок вновь в статусе главного тренера 84-летний Николай Карполь. Самой результативной в составе победительниц стала нападающая Ксения Смирнова. Она набрала 19 очков. С тремя победами и шестью поражениями Уралочка НТМК занимает 12-ю строчку турнирной таблицы. Лидирует московская Динамо, потерпевшая в девятом туре свое первое поражение в гостях от Ленинградки и Санкт-Петербурга 2-3. Следующую встречу в Суперлиге Уралочка НТМК проведет 2 декабря в Екатеринбурге. Соперник Динамо Митар из Челябинска. Далее вас ждут факты в лицах. Гость в студии, первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин